Точно вообще некуда больше вделать деньги? В общем, трудная задача. Брали серьезно, в полной боевой экипировке, с автоматами. Явно же должны были найти. Но разве так должно быть? Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое субъективное мнение, и да, это дисклеймер. На этой неделе флаг вам в руки, или где ему место? Кто отравил кропивницких детей? В областном центре беспредел на дорогах, и я этому не удивлен. И чтоб все так жили. Какие условия сейчас в Кировоградском СИЗО? Начнем с флага. С подачи Андрея Назаренко городские архитекторы и чиновники начали всерьез обсуждать и установить в Кропивницком на 30-летие независимости Украины, а это в этом году, если кто забыл, 30-метровую стеллу с национальным флагом Украины. Что плохого в этом? И пока что самые большие шансы, что эта стелла может появиться в Ковалевском парке. Но как только я услышал про цифру в 30 метров, а это примерно высота 9-этажного дома, я тут же подумал о том, что стелла у нас давно готова. Она же возвышается так, что в центре города ее далеко видно. Это недострой возле Аценуса. Конечно, стелла так себе, скажете вы, но это довольно символично будет, мол, мы еще строим государство, вот примерно как эту многоэтажку. По поводу флага это, конечно, красивый ход, 30 метров на 30 лет независимости, но ваши, дорогие инициаторы, сожрут те, которые посмотрят на 5 миллионов гривен. Сколько? А именно столько из карманов заплатят жители области и скажут, может, точно вообще некуда больше вделать деньги. Флаг, кстати, не единственное архитектурное изменение в Кропивницком, снова поднят вопрос реконструкции главной площади области. Судя по эскизу, в центре, там, где стоял Киров, а теперь импровизированный памятник Небесной сотни, будут фонтаны. Сама площадь будет в окружении деревьев и напротив входа, там, где сейчас размещается областной филиал суспильного телевидения, там архитектурная конструкция в виде глобуса. Тут тоже не все так просто, потому что архитекторам нужно решить две задачи. Первая – оставить деревья как-то, вторая – оставить концепцию площади такой, чтобы там можно было бы проводить массовые мероприятия. В общем, трудная задача. И в первом случае, и во втором будут довольны и недовольны. Но это уж, так сказать, все зависит от политической воли местной власти. И да, если установят стелус флагом, не забудьте поставить там охрану. Воровать неплохо. А то, знаете, люди в Кирово-Городской области очень любят флаги воровать. Вот, например, в Долинской сразу два флага украли, красно-черный и государственный флаг возле памятника защитникам Украины. И это, к слову, не первый раз в Долинской. Ну, что произошло в Кирово-Городской области, мы о городе заговорили в ТСН. Дети отравились в Кирово-Городской школе. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Данечка, а ты как? Хорошо. Двох хлопчиков семи-то восьми-ротів привезли в міську дитячу лікарню симптомами важкого отруєння. Дитині стало зле через зіпсоване яйце, яке він зів у школі на сніданок, припускає мама. Я у него начала спрашивати, что вы кушали на завтрак. Он говорит, что утром он кушал яйца, кашу и огурчик. Но он говорит, что яйцо, уже когда он там второй-третий раз его укусил, оно было с запахом. То есть присутствовал запах тухлого. И он говорит, я его до конца не съел, я его положил просто в тарелочку и больше его не ел. Втім, у лікарні точного диагнозу дитині і досі не поставили, розповідає Дар'я Нікітіна. Врач в отделі разні диагнози ставив. Он не говорив, що це отравлення пищевого, що це ще що-то. Я їй п'ять чи шість раз повторила, у нас діареї не було. По итогу, після того, як це все прозвучало, я сказала, мамочка, с чого ви взяли, що ви вообще з отравленням? Це вторая мамочка, яка говорит, що ви приїхали з отравленням именно з восьмій школи. Така версія, що ми придумали діагноз ребенку. В лікарні зазначили, остаточного діагнозу дитині не поставили, адже немає ще всіх результатів аналізів. Попередній діагноз був діарея вірусної етеології. Пов'язати стан дітей із тим, що сталося в школі, я думаю, що тут повинні всі бути дані, і вони всі повинні бути проаналізовані. Якщо там є якісь, бралися проби тих харчових продуктів, і там знайдено щось, то можна це пов'язати із тими харчовими продуктами. Але якщо в харчових продуктах немає нічого, то, я думаю, з тим, що сталося, і клініка пов'язати не можна. А тим часом у восьмій школі ще триває підрозслідування. Там в одному із сирих продуктів вже знайшли сальмонеллу. В їдальні на поверхнях виявили кишкову паличку, а в кухаря та чотирьох дітей – стафілокок. Після того, як завершуються дослідження тих матеріалів, які ще є в лабораторному центрі, ми будемо завтра приймати рішення щодо відновлення навчального процесу з понеділка для учнів, початкової ланки і відкриття харчоблоку і надання послуг в їдальні навчально-виховного об'єднання номер 8. Висновки щодо винних осіб будуть зроблені на наступному тижні, коли комісія, яка створена управлінням освіти, закінчить епід розслідування. За тиждень на лікування сина Дарія Нікітіна витратила близько трьох тисяч гривень. Наразі жінка хоче, аби винних в тому, що сталося, знайшли та покарали. По словам Лариси Костенко, яйця, які знайшли в школі з цим сальмонолізом, вже віддали обратно поставщику і проведена робота по поводу того, щоб продукти відповіли нормі. Ну, 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 ну. Ну, разве так должно быть? По-моєму, тут с поставщиком просто разрывать договор нужно, і нужно говорить, що це за поставщик, а то не тільки восьмій школі, я так понимаю, поставляю продукцію. Завтра ви сами купите цим сальмонольні яйця і тож будете, получается, возвращати їх, як нічого не бувало. Це здоров'я дітей. І мені, наприклад, абсолютно все ровно, с кем зв'язан поставщик, в данному влічі з горсовета. Я уверен, що такого поставщика і цена завышена для учебних заведень. Це ж стара практика, коли на обеспечення школ і детсадів заходить своя компания, яка не тільки втридорого поставляє продукцію, так ще, оказываються, ще і некачественна. Чья це зона ответственності? Наверное, тих, хто заключає с поставщиками вот такі договори. Поэтому, уважаємо родителі, контролюєте, хто, як кормить ваших дітей в Кропивницькому. Дороги в Кропивницькому – це увлекательніше місце событий, причем разных. Вот вам перше событие. В центре, на площади Богдана Хмельницкого, взяли подозреваемых в воровстве, причем по всей Україні. Брали серьезно, в полной боевой экипировки, с автоматами. Согласитесь, такого нечасто видиш. Но зато часто видиш, как маршрутки в Кропивницьком ломаются буквально на глазах. Каждая неделя, и что-то случается. А то колеса отваливаются на ходу, вот как на прошлой неделе. А в этот раз рулевая тяга навернулась в 27-й маршрутке. И да, маршрутчики за такой сервис продолжают требовать повышения оплаты за проезд. Ну и «Вишенка на торте», и «Полный звездец» – это видео, которое я увидел на паблике «Зупыны лося». Это ситуация возле областной больницы на перекрестке. Я сначала не увидел номер этой машины, которая чуть не сбила все и вся. Я думал, что ее не найдут. Но интересно, полиция, ну, явно за этой неделе уж как-то увидела это видео. Тем более, там был хэштег с номером. Это VA8910SV. И все, что под открытым источником можно найти, то, что машина в угоне не числится. Но у полиции явно же должно возникнуть к владельцу несколько вопросов. Явно же должны были найти. А сейчас посмотрите на эти фото. Я сначала подумал, что это сдается или продается квартира, но нет. В Кировоградском СИЗО открыли палату с улучшенными условиями. Камера 40 квадратных метров, рассчитана на 4 человек. Есть тумбочка возле каждой кровати, холодильник есть, чайники, стол, стулья, в душевой унитаз, умывальник, душу, бойлер, туалетная бумага. Повышаем планку. Стоимость проживания, я не могу это назвать заключением, 309 гривен в сутки. В неделю это 1083 гривны, в месяц 2476 гривен за одного человека. И честно говоря, я сам так и жил все свое детство и юность в хрущевке в 40 метров и с тем же набором удобств. Конечно, не дай бог и мне, и вам почувствовать такие же удобства на себе. Все же СИЗО есть СИЗО, но, думаю, пустовать именно эта камера не будет. О таких условиях, ну, раньше можно было только мечтать. Но, еще раз повторюсь, какие бы условия вам не предлагали в Кировоградском или другом СИЗО, туда лучше не попадать. И я думаю, условиям в Кировоградском СИЗО могут позавидовать те, кто пострадал от урагана осенью прошлого года на Старой Балашовке. Вопрос в чем? Жители Старой Балашовки в конце года обратились в городсовет с помощью заложить 4 миллиона гривен помощи пострадавшим. Но когда они решили уточнить этот вопрос в январе, 11 января, оказалось, что никто никуда ничего не заложил в помощь. Екатерина Агилеску, жительница Старой Балашовки, выступила на заседании Горсовета, на сессии, и прямо спросила депутатов, мол, выборы закончились, и, значит, все, забыли. И вопрос логичный. Ураган случился 17 октября, аккурат под выборы. И целая неделя у политиков была, чтобы засветиться возле разрушенных домов, мол, помогаем. А теперь все. Андрей Райкович, мэр Кропивницкого, попробовал спасти ситуацию, сказал, что в программы в дальнейшем будут внесены корректировки. Но это же все в будущем. Будут внесены. А деньги нужны сейчас уже. И как же у нас в обществе, заметьте, разделение еще. Если бы эта беда коснулась депутата, то сразу бы все выделили. Тут видно, что никто на Старой Балашовке в том районе не живет. А представьте, если бы ураган был на Лесопарковой. Все бы быстро сделали и все бы выделили. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще даже, думаю, для тех, кто живет на Старой Балашовке. Пока.